здравствуйте друзья вы можете спросить себя куда же на этот раз занесло наших блогеров передвижников это первый этаж в большущим таком ангаре где находится магазин айкея тут их есть некоторое количество кремниевой долине но немного вот этот вот в городе из палалта и нам нужно два офисных столика вы вообще-то заказали по интернету но как-то к нам отнеслись без души так сказать поцелуй без любви такой получился отменили наш заказ мы упрождали две недели а он отменится отменился очень ничего нам не прислали и мы подумали пойдем-ка мы в айкею и здесь приобретем тем более здесь как правило не нужно ждать доставки а можно просто прийти и и забрать ну зависит зависит в принципе у них тут и склад свой большой сейчас мы пойдем нам нужны столики не очень большие и не очень дорогие ну просто обычные вот так скажем так тут можно взять сумку но мы не будем брать сумку нам никаких мелких предметов не нужно вообще какой-то знаешь как вот из кинофильма какой-то урбанистического жуть куда мы все-таки куда мы попали друзья где мы где мы верните нас добрые старые времена ой так а вы знаете куда нам идти нет сейчас так любом случае как зашли так и пойдем по стрелочкам да если идти по стрелочкам то обойдешь все что есть так устроены стрелочки так по идее мы должны увидеть какой офисный стол если уж так попадется нам вот заодно друзья вы посмотрите на реке я не думаю что среди наших зрителей есть кто-то кто в айкеи не был из тех разговоров которые у нас бывают иногда на канале я к выводу что если у нас айкеи считается таким как бы дешевым народным магазином то вот в некоторых других странах это как бы приличное такое место где ну как бы и цены там в общем это не не дешевка ринат вот вы жили в минске но у нас в минске не было и мы ездили в литву в айке ну и как там в литве айке такая же но смысле очень похоже ну вообще в принципе в ценовом плане и я бы не сказал что она относится прямо так совсем дешевому уровню здесь и здесь и там то есть так тут какие то уже начинаются но не офис лепс я бы это школьным назвал таким вот для детей школьников так то есть можно что в европе что здесь можно я так полагаю наверно еще дешевле найти мебель и все что здесь продается на самом деле это не совсем прямо на самом деле здесь от товар относительно качественный но нельзя сказать что это уже такая именно дешевка который развалится тут же или что-то такое то этого нет хотя надо сказать что когда икея только появилась в америке это было наверное я боюсь собрать лет двадцать назад то там в основном студент ходили какие-то ну совсем такие люди безденежные и ассортимент был так из серии не на что глаз положить сейчас кардинально изменилось тут много очень 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 много симпатичного так это не те столы нет это какие-то кухонные кругом бегом по айки как-то мне кажется что мы ходим какими-то кругалями несколько если по стрелочкам идти как заблудишься вот примерно но это какой-то он я бы сказал ну да такой дешевенький маленький да а мы помним как наш называется так этот по именам видите алекс вот такой как наш называется тут имя у него малым малым ладно ищем малым мы так на сайте посмотрели а вот такой тоже неплохой а вот же это не он это он и есть я считаю симпатичный думаю а вот оказывается это он и есть ну он может быть может быть а это делю думать просто телой так полочка ну чего мы можем конечно посмотреть что еще есть но в общем это он же наверное да да у него отдельно тумба за 7 за 80 баксов а тут него такой притык да странно не но мне кто-то больше нравится и этот знаете что он по длине и вот этот по длине мы хотим вот тут так вот там человекском на компьютере это продавец видимо что говорите где взять мы найдем да ну что же отлично смотрим что еще есть да да такие ой нам нужны столы для преподавателей в новое помещение которое мы арендовали но там не безумно просторно поэтому хочется чтобы было компактно но в то же время чтобы можно было работать тоже так это симпатичные столы они только большие ну что ж я какой вот этот да у него тумбочек нету да так он еще и дороже слушай потому что я не знаю нам нужна цельная деревяшка деревяшка всегда лучше но нужно ли ну я бы сказал что тот столик смотрится более офисно вот тут ну хорошо берем берем мы друзья переместились на первый этаж потому что здесь находится склад на складе мы на тележку подгребем нашу мебелишку и пойдем дальше и сами соберем сейчас налево там откроется ну я хочу сказать хороший хороший променад я прямо чувствую так что я мышцы гудят мне здесь нравится знаете что вот когда например нужно рамки для картинок в офис вот они приличные и дешевле чем здесь нигде нету или например сейчас я думаю инструменты вот там для дома для семьи какие-нибудь тоже здесь есть наборы и вот инструменты здесь продают совсем какие-то смешные деньги так что осветительная арматура всевозможная для дома для семьи очень много много всякого кухни из айки это сейчас наиболее популярные такие кухни которые для ремонта в квартирах и да и для строительства они легкие недорогие симпатичные блестят вот мне нравятся картинки здесь они такие тоже ну вот вы видите для офиса хорошо у нас отсюда есть две картинки кстати в той же комнате где у нас ренат сидит вот там две картинки отсюда ну да они за в общем символические какие-то деньги но я вот сейчас прихожу к выводу что нужно флагами оформлять разных стран флаги недорогие там по десятке флаг а то разных штатов например можно или клубов спортивных слышь как разноцветно ярко безобидно да вот наш склад какой нас ряд какая полка у нас получается если нам нужен black and brown это айл тэн бин сэвэн десятый ряд смотрим это будет вот там впереди вот да мы сейчас вот сейчас тут пройдем видите в десятый ряд вот наверху красный такой да склады друзья так и седьмой седьмой вот он но это не это другой ряд до малым выгод пишет в двух этих самых коробках приходит вы видите мы тут смотрим по номерам чтоб не промахнуться какие какие наши детальки вот эти две номер два нам надо еще две номер один вот друзья конечно вы видите у нас тут сильно нависает вся фигня над самой тележки поэтому вести не очень удобно может быть есть какие-то другие более правильные телеги это какая-то небольшая очень но так бачком бачком движемся в лифт а на лифте нам на первый этаж так гора ground level вот там запарковались большой лифт тут можно много тележечек завести но быстро правда так быстро удобно зашли сегодня потому что людей нет обычно на кассе на кассе очереди до чистить до чистить видите когда телега в таком состоянии неправильно нагруженному ее удобнее вести вот за ручки давайте я тоже подключить или что это я как вижу красную машину мне все хочется сказать это моя а потом думаешь нет не все то моё что красное вот друзья вот и наш эмигрантовод оказался припаханным сейчас мы закроем ему по научному дверку вот пошла видите закрывается это уже придется старым дедовским способом закрывать вручную вот друзья собралась большая толпа разгружать иммигрантовоз подосточки подосочки и вот так вот и понесут так значит вот у нас там держат дверь ведь какая слаженно работает команда это называется teamwork когда много народу синхронно занимаются чем-то вместе давайте я вам покажу наше дополнительное помещение которое у нас появилось сейчас мы пройдем по коридору тут красивый замечательный коридор студенты на обеде вот у нас флаги я вам обещал это испанские слева вот американский это фланг флаг каталонии он правда сепаратистский получился калифорнийский и вот тут у нас будут столики давай не в здесь поставим это вот у нас три комнаты вот одна комната вот здесь вы видите вот эта комната можно сказать проектная лаборатория здесь наши практиканты практикуются это такая станция можно сказать для того чтобы на стенку там показать что если они обсуждают и вот тут еще небольшая еще небольшая комнатка значит вот мы поставим столик туда и столик сюда еще какие шкафы там для хранения чего-нибудь да может быть просто интернета уже заказать пусть пришлют мне не ездить за ней отлично все значит значит вот я вам показал что у нас тут делается друзья все вы теперь все знаете вот доска у нас ведь какая потрясающая вот и мы отправляемся в своя сих